Добрый день, здравствуйте! Сегодня с вами готовим такую сладость, которую можно взять с собой на работу. Она полезная, сытная, да еще можно заменить любой ингредиент тем, что вам нравится. Орехи можно заменить семечками. Сухофрукты теми, что вы любите или можете сделать вообще из одних сухофруктов, или же добавляя сюда овсяные хлопья. Ну что, теперь я замочу все сухофрукты. У меня абрикосы, инжир и чернослив. Если вы скажете такое сочетание, вы знаете, сочетание очень хорошее получается. Если нет инжир ира, можете заменить его сухими яблоками, клубникой. Ну, то, что вы любите. Товарищи, что у вас есть, тем и заменяйте. Орехи берем и нарезаем мелко. Повторюсь, можно заменить орехи любыми семечками. Или грецкие на миндаль, или кешью. Ну, что у вас есть, или что вы любите. Но если у вас земляные орешки, которые мы обычно называем арахисом, их обязательно надо поджарить. Потому что они сырые, невкусные. У них такой, немножечко такой вкус, который не подходит сюда. Теперь возьмем банан. Скажите, а что же тут делает банан? Это же не сухофрукт. Да, банан это свежий, он не сухой. Он нам нужен для связки. Для связки, это значит, мы сейчас его нарежем тоненько, кружочками. И когда оно будет в духовке, оно немножечко пропечется и отдаст свою влагу. Хотя у банана особой влаги нет. Теперь берем, насыпаем нарезанные орешки, чернослив, инжир. После того, как мы его помыли горячей водой, оставили 5 минут, чтобы оно немножечко так пропарилось. Долго не надо. Потом все нарезали мелко. Не забудьте, а то оно будет очень сухое. Все выкладываем на противень. Противень застилаем пекарской бумагой, чтобы ничего не прилипло. И теперь я сверху еще насыплю чуть-чуть кюнджута. Тоже для связки. Оно все-таки больше, как бы, помогает им связаться. Хорошенечко все перемешаю. Мы будем добавлять сюда мед. Вернее, у меня им вентный сироп. Вы можете добавлять мед, душа, бекмес, что есть. Мед, душа, бекмес – это очень полезно. Сахарный сироп – это так скажем. Но если у вас нет ни того, ни другого, есть сахарная пудра, что же вам тогда делать? Можете чуть-чуть посыпать сахарной пудрой и обрызгать водичкой. Пока оно будет в духовке, получится такая сахарная карамель, которая тоже поможет схватиться этим ингредиентом все вместе. Как видите, кюнджут тоже я высыпала сюда. Он у меня не жареный. Сейчас он в духовке чуть-чуть поджарится. И сверху буду выкладывать бананы. Две ложки, полторы ложки нам хватает для того, чтобы связать это. Да, будет вопрос. И я тоже не буду описывать под видео, наверное. А может, и напишу всего сколько. Всего поровну. Если 100 грамм орешков, то 100 грамм абрикосов, 100 грамм сухих яблок, 1 банан. Вот так вот, все произвольно, как только вам нравится. Чего вам больше нравится, положите его больше. Но если вы сюда будете добавлять овсяные хлопья, то возьмите таких полных 2 горшки. Например, если у вас по 100 грамм каждого, то 2 горшки овсяных хлопьев, и это будет в самый раз. Все, теперь идем в духовку. Духовка, начиная с 160 градусов, заканчивая с 175, вам подойдет. Это будет где-то 15 минут. За 15 минут все это пропекается, как говорится, становится мягче, и схватывается с сахаром или с медом, что бы у вас там ни было. Если мед, то выше чем 160 градусов не делайте, потому что мед греть вообще-то неправильно. Теперь делаем вот такие шарики. Видите, у меня пальцы даже уже покраснели, потому что это все горячее. Когда остывает, оно тоже будет мягкое. Можно будет и тогда делать, но удобнее, когда это все такое еще горячеватое, так скажем. Вот все взяли, сделали из них шарики, положили, если у вас есть бумажные такие корзиночки, туда, если нет, просто на тарелочку. И я взяла, растопила темный шоколад. Часть обмакнула в шоколад. Можно обмакнуть, можно взять такой маленький кулечек и тоже из него вот так выдавить. И некоторые у меня без шоколада. То есть кто хочет шоколаду, а кто не хочет, можно и без шоколада. Вот такое у меня получилось. Быстро, вкусно, без всяких добавок и знаете, что там есть внутри. Я вам советую приготовить, вам понравится. Не забудьте поделиться видео, поставить лайки, комментарии и подписаться, естественно, если кто не подписался. Жду ваших идей. Может быть, у вас есть какие-то идеи? Давайте, напишите. Я их приготовлю. А пока всего вам доброго. Спасибо, что посмотрели видео. Пока-пока.